На прямой связи со студией главный советник Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшев. Господин Бояшев, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, приветствую вас. Спасибо большое. Ну вот президент после встречи с лидером Беларуси Александром Лукашенко подчеркнул, что белорусско-азербайджанские отношения проверены временем. Вот что можно сказать о состоянии двусторонних отношений на данном этапе? Белорусско-азербайджанские отношения действительно складываются на высоком доверительном уровне на протяжении всех лет независимости. Это особые теплые отношения между общенациональными лидерами. Александр Лукашенко тесно работает с Ильхамом Алиевым. В свое время наш президент был дружен и также плотно работал с Гейдаром Алиевым, с общенациональным лидером азербайджанского народа. В прошлом году мы вместе праздновали 100 лет со дня его рождения. То есть двусторонние отношения, они развиваются уже не первые десяток лет. И этот визит, в целом расширенный государственный визит президента, он стал таким знаковым событием, которое подтвердило вот этот высокий уровень доверия, в котором сейчас находятся отношения и между президентами, и между правительствами. Мы знаем, что был заключен ряд договоренностей, в том числе между министерствами и городами. То есть это комплексные, многоуровневые, доверительные отношения между нашими странами. Ну, господин Борисович, говоря как раз о визите Александра Лукашенко в Азербайджан, как визиты на самом высоком уровне влияют на отношения двух стран? В целом, если говорить о таких механизмах исполнения договоренностей, то это самый высокий уровень контроля за выполнением договоренностей. То есть, конечно, прежде всего доверительный характер отношений, решения договоренностей, принятые на уровне президентов, это максимально возможный импульс исполнению решений уже на местном уровне и уже на отраслевом уровне. Это во-первых. Во-вторых, как правило, визит президентов, он и планируется заблаговременно, и после него планируются дальнейшие конкретные шаги по контролю за выполнением этих договоренностей. Как мы знаем, уже запланировано заседание соответствующей межправительственной комиссии. Приглашен Александр Григорьевич и планирует посетить вновь Баку во время 29-й конференции сторон в рамках соглашения по климату конференция пройдет в Азербайджане. Поэтому визит на уровне президентов – это всегда комплексный процесс, который, если так можно сказать, придает ускорение всем экспертам, всем специалистам, всем профессионалам и характеризует самый высокий уровень отношений, который возможен между двумя странами. Важение ваших слов. Да, действительно, подтверждение этому стало подписание солидным аппакентом международных документов, гарантирующих динамичное сотрудничество Баку и Минска. Какие новые области или направления сотрудничества появились между нашими странами? Какие новые проекты прорабатываются сторонами на перспективу? Если говорить о документах, то я бы отдельным образом акцентировал ваше внимание на упрощение таможенных процедур был подписан протокол об электронных системах сертификации происхождения товаров. То есть это, разумеется, отвечает той ситуации и тем вообще запросам, которые сложились и у рынка, сложились и в целом у мировых регионов, потому что Азербайджан сейчас превращается в такой мощный транспортный логистический центр. И поэтому важно, конечно, наладить взаимоотношения в области стандартизации. Это что касается документов. Что касается проектов, то здесь можно говорить о широких проектах, потому что не только появились новые проекты, будет углублена промышленная кооперация, будут совместные производства для восстановления районов Карабахского экономического района, для восстановления восточного Зангизура. Принято решение о развитии совместных производств по комплексным минеральным удобрениям, по лифтовой технике, пожарной технике, также железнодорожной техники, подвижных составов, контейнеров и так далее. Это все соответствует тому сейчас потенциалу, который есть у Беларуси и у Азербайджана. Будет расширен экспорт белорусских лесоматериалов, прорабатывается проект о запуске совместного предприятия по производству лекарств, будет наращен экспорт крупного рогатого скота, и белорусские компании будут участвовать в строительстве агрогородков, в строительстве общественных зданий, в целом восстановлении инфраструктуры на освободенных территориях. А это, как следствие, повышает требовательность к целой школе специалистов, то есть повышает спрос на профессиональное техническое образование и экспорт образовательных услуг Беларуси. То есть здесь в целом очень много проектов и запущено новых, и уже прорабатывается расширение имеющихся. Например, то же самое расширение линейки совместной сборки Минского тракторного завода и Гянжинского автомобильного завода. Прорабатывается вопрос о поставках электробусов, о комбайнах и так далее. То есть проектов очень много, и здесь мы находим точки сопряжения между Беларусью и Азербайджаном. Да, действительно, это особое направление составляет именно военное взаимодействие Азербайджана и Беларуси. Оно стало развиваться в 2006 году, когда в Минск прибыли представители Минобороны Азербайджана. Ну вот, что можно сказать о военнооборонном сотрудничестве Азербайджана и Беларуси? Военное взаимодействие действительно ключевое во взаимоотношениях наших государств. Я бы здесь добавил, что у Азербайджана есть реальный боевой опыт, который обуславливает требовательность, который обуславливает избирательность в военных закупках. И Беларусь на протяжении последних лет не раз доказывала то, что мы надежный партнер в области военно-технического сотрудничества, а наш белорусский военно-промышленный комплекс уже проверен годами практики и годами взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном. Здесь ожидается также, что будет задействован тот потенциал, который имеется в области модернизации обороноспособности. И эта обороноспособность, как мы, аналитики, ожидаем, будет способствовать уверенному закреплению мирной повестки в регионе. Спасибо большое, господин Байшов, за подключение, за ваши ответы. Азербайджанно-беларусские отношения мы обсудили с главным советником Беларусского института стратегических исследований Анатолием Байшовым. Спасибо. До свидания.